Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Другой мир. Войны крови. Воительница вампир Селена вступает в свой последний решающий бой между оборотнями и кланом вампиров, который предал её. Войны света. 2019 год. Глобальная эпидемия превратила большинство людей в вампиров, поставив человечество на грань вымирания. Безмятежное будущее не светит, впрочем, и кровососом. В условиях дефицита крови они вынуждены холить или леять каждую уставшуюся в живых человеческую особь, либо синтезировать заменитель крови. Противостоять концу света пытается группа учёных, ищущая средства для борьбы с вампирами. Другой мир. Восстание ликанов. История, прослеживающая происхождение вековой кровной мести между аристократическими вампирами, известными как торговцы смертью, и их рабами. Молодой ликан по имени Люциан – мощный лидер, который сплачивает оборотней, чтобы выступить против Виктора, жестокого короля вампиров, который поработил их. К Люциану присоединяется Соня и помогает ему в его борьбе против смертоносной армии торговцев смертью и борьбе за свободу ликанов. Другой мир 2. Эволюция. В зловещем ночном мире, скрытом от взора простых смертных, не утихает беспощадная борьба между двумя кланами-властителей мрака – вампирами и оборотнями. Настала пора узнать об устоках вековой вражды, ставшей для вампировоительницы Селин и Майкла, полуоборотня-получеловека, проклятием и смыслом существования. Сражаясь с могущественными врагами из обоих кланов, древними магистрами смерти, они познают кровавую интригу и запретную любовь, чтобы в сумраке ночи раскрыть тайну своего происхождения и своего наследия. Их ждет великая битва, которая покончит с вечным противостоянием. Последняя схватка ради окончания всех войн, в которой бессмертные должны понести кару и расплатиться за свои злодеяния. Пастырь 2011 года Далекое будущее, миром правит религия и церковь. Священник, нарушая все церковные запреты, пытается выследить банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и монахиня. Дракула Влад Дракула был величайшим правителем, доблестным воином и страстным мужчиной. Но судьба свела его с врагом, коварство которого не знало границ. И тогда Дракула заключил сделку. Нечеловеческая сила, в обмен на самую малость, бессмертную душу. Орудие смерти Город костей Клэри Фрей всегда считала себя самой обыкновенной девушкой. Пока не выяснилось, что она потомок древнего рода сумеречных охотников. Тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так и начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа. Пэзидент Линкольн Охотник на вампиров Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь величайшего президента Америки, Авраама Линкольна, любящего мужа и отца днем и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет ли президент великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели? Друмир Пробуждение Человечество обнаружило существование вампиров или канов и начинает вести войну, чтобы уничтожить эти расы. Селин прорывается к пирсу, где ее ждет Майкл, для того, чтобы вместе отплыть на корабле и скрыться от всех. Но у пирса их ждет засада. Взрыв гранаты разбрасывает Селин и Майкл в разные стороны. 12 лет спустя Селин просыпается от криогенного сна в лаборатории и узнает о существовании родной дочери Евы, гибрида вампира и ликана. Теперь Селин нужно защитить Еву от ликанов, которые намерены использовать ее, чтобы устранить своего вида уязвимость от серебра. Ван Хельсинг Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания. Мир, в котором зло встречается на каждом шагу. Мир, в котором опасность живет за ходом солнца. И где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг, рожденный на страницах романа Дракула Брэма Стокера. В своей непрерывной битве против сил зла и за освобождение мира от порождения ада Ван Хельсинг, по заданию секретного общества, отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным, наделенным неведомой силой графой Дракулой. На помощь ему внезапно приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью от векового проклятия, наложенного убитым вампиром. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok